Да уж, поистине, запросит меня Господь, но любопытная история, названная «Исповедь книголюба», автор тот же Феликс Кривин. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, поехали. Полюбил я книги, крепко полюбил и решил составить из них библиотеку. Прихожу в книжный. Пушкин есть? Пушкина нет, есть Пешкин. Заменитель Пушкина. Александр Пешкин. Вполне приличный поэт. Может, Бунин есть? Бунина нет, есть Дунин. Евдоким Дунин. Заменитель Бунина. Ладно, Дунин так Дунин, Пешкин так Пешкин. Набрал. Набрал я этих заменителей, ставить некуда. Прихожу в мебельный. Книжные полки есть? Полок нет. Вы на почту сходите. Советуют. Купите посылочные ящики, сложите один на другой или на стенку повесьте. Вот вам и полки. Прихожу на почту. Посылочные ящики есть? Ящиков нет. Есть заменители ящиков. Берете вот эту тряпочку, обшиваете ею посылочку. Так, а как же я из этого книжную полку сделаю? Иду и думаю, как из тряпочки сделать полочку? Прихожу в аптеку. У вас что-нибудь сердечное есть? Сердечного нет. Возьмите желудочное. Незаменимый заменитель. Принимаю желудочное. Звоню в скорую помощь. Врача мне. Врача нет. Есть заменитель врача. С дипломом, со стажем. Все как положено. Скончался я. Являюсь к Богу. И это, говорю, была жизнь? Какая жизнь? Удивляется Бог. Все жизни давно кончились. Это у вас был заменитель жизни. Хотел я устроить ему скандал, но он улыбнулся так примирительно. А что вы хотите? Я ведь не Бог. И тут я вспомнил. А, ведь Бога действительно нет. Мне, как книголюбу, это же должно быть известно. Об этом и у Дунина написано, и у Пешкина написано. Нет Бога. Должность такая есть. А на должности кто? Заменитель. Будьте подоставлены, дорогие друзья. Всего вам доброго. До встречи.